всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжает свою работу с вами я гела вассадзе и сегодня у нас хорошо знакомый и любимый нами долгожданный гела бежуашвили приветствую гела очень рад тебя видеть приветствую гела и героем слава на этой неделе состоится целый ряд контактов грузино-азербайджанских грузино-турецких министериал прошел в баку прошел до этого такая приезжал кстати в баку то что тоже интересный момент и наш премьер-министр тоже был в баку понятно очевидно что после агрессии россии против украины и после того как россия оказалась в логистической изоляции вот этот коридор транс-каспийский сейчас его называют транс-каспийским международным маршрутом наш друг валерий чачилашвили у которого кстати вчера был день рождения значит с чем мы его поздравляем еще раз он говорит о том что давайте называть его центральным будем называть его центральным валере будет приятно и нам тоже значит понятно что этот маршрут он принципиально важный очень принципиально важен но чем важнее маршрут тем важнее тем больше рисков у меня такой вопрос насколько этот маршрут сейчас защищен я имею ввиду наш участок азербайджанский турецкий участок там более или менее понятно а ну смотри это во первых это вся эта динамика которая была последние вот эти недели она очень позитивная все правильно это продолжение того что уже многие годы выстраивалась в наших отношениях причем не только с азербайджаном но и с турцией значит не новость что центральный коридор как хотите его называйте но он играл свою роль большую роль это было очень стратегически важное решение принятое свое время о строительстве и газопроводов и нефтепроводов и все те усилия которые делались по улучшению инфраструктуры этих государств железная дорога которая связывает азербайджан грудью турцию которая долго-долго строилась по моему вот сейчас они собираются ее закончить долгострой но тем не менее очень очень важный проект строительство строительство стратегически важного порта на черном море это является частью этой большой стратегии опять-таки здесь по совершенно непонятным причинам на многие годы отложилось строительство стратегического порта что было в интересах как наших соседей так и центральной азии в общем я слышал что заявление о том что вот чуть ли не летом начнутся работы наконец-то наконец-то этот порт будет построена значит впустую труд и траченное время никто никто не компенсирует давным-давно порт построили бы если бы захотели то есть вся вся динамика этих отношений она я ее оцениваю очень позитивно коридор сегодня дело если меня спросите я каких-то деталей может не знаю но я думаю что он сегодня защищен на больше чем когда был либо был защищен то есть здесь вопрос не физической только защите а вопрос стратегических интересах тех игроков которые сегодня заинтересованы в том что этот центральный коридор работа то есть сегодня через агрессии россии против украины который идет уже два года она многое чего изменила в геополитике она многое многое изменила в подходах государств в их взглядах на на регион мы как-то говорили вот несколько дней назад на конференции да что безопасность черного моря она вообще на карте не было у на карте безопасности не существовало ни в стратегии соединенных штатов ни в стратегии европейских государств ни в стратегии нато то есть о черном море не говорили о как стратегическом важном важном регионе и те игроки которые в принципе являлись получателями этих энергоресурсов и они конечно же когда мы когда строились строился бакху-твилиси джейхан когда строился бакху-твилиси эрзарум когда строилась дорога в свое время вопросы безопасности рассматривались свое время и азербайджан и грузии и турция насколько я помню было 3 трехстороннее соглашение заключено о безопасности энергетических коридоров и все три страны взяли на себя в зоне своей ответственности на своих территориях гарантии безопасности конечно этого недостаточно потому что сегодня получателя энергоресурсов каспия являются европейские государства и это критически важно для них хабом является на турция которая кровно заинтересована в том что эти эти маршруты этот коридор работал безопасно соединенные штаты введенная европа заинтересованы в том что этот коридор работал и что самое главное опять повторяю черноморский регион включая грузию южный кавказ является сегодня частью стратегии безопасности нато это прописано в их стратегических документах он является появился в появилась запись в черном море во всех стратегических документах основных игроков германия франция великобритания соединенные штаты это позволяет нам говорить о том что сегодня так называемая архитектура безопасности конечно она архитектура безопасная на бумаге конечно но и этого не было 15 назад поэтому я считаю что сегодня сегодня нужно воспользоваться той геополитической реальностью что регион черного моря южный кавказ и знаете о том что вчера генеральный офицер нато был в баку будет в тбилиси будет в ереване этот визит очень важен потому что он показывает показывает какое значение для этой организации для альянса имеет сотрудничество с с странами южного кавказа важность центрального коридора важность его безопасности подчеркивается этим визитом и конечно же в рамках этого визита что там грузия является аппликантом единственным аппликантом страной на то среди наших соседей поэтому сюда визит в тбилиси он еще и показателен нашего 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 нашей интеграции интеграции грузии нато на на мой взгляд я считаю что архитектура которая сегодня существует она она конечно же ее нужно сейчас обеспечивать реально то есть в стратегическом плане архитектура есть сейчас ее надо обеспечивать реально она обеспечена в рамках трехстороннего соглашения грузия турция желательно было бы чтобы более весомые такие материальные гарантии взяли конечно страны взяла взяла на себя на то и взяли страны которые являются кровно заинтересованы в оперирование этого коридора я у меня знаешь знаешь какой вопрос сразу возник не вопрос у меня сначала возникают сон анекдот немножко грубоватое о том что бьют не по паспорту бьют по морде это я к тому что реальной ситуации на земле ну давай так самым лучшим конечно самый лучшим способом защиты это является защита самого себя после 2008 года насколько я понимаю нам не продали ни одного патрона даже не продали я уже не говорю там что-то передали и так далее ну разве что кроме трампа который дал нам джавелины после 2008 года уже ничего не было если у нас будет достаточное количество оружия если все-таки нам дадут возможность покупать оружие ну предположим что у грузинского правительства есть политическая воля это осуществить мы способны защитить себя от россии ты как человек который должен знать ответ на этот вопрос на миллион долларов во-первых это риторический вопрос во-первых я не знаю что нам дали что не дали я уже у меня нет таких данных что нам дают что что дали я не знаю извини что перебиваю а что богу тогда что не сказать просто я не следил за этим вопросом я я я не знаю сегодня как идет военное сотрудничество военно техническое сотрудничество со странами просто я этим вопросом не занимаюсь поэтому мне нет что касается защиты от россии ну посмотри ситуация в украине она много многое что показала она показала не только тенденцию которую мы видели так 20 лет назад и об этом говорили постоянно о том что имперские амбиции этой страны они выходят за рамки нормальных отношений между соседями то есть то что это все приближалось мы говорили в 2006 году 2007 году после 2008 года агрессии против грузии реакция была очень слабой потом пошла такая же тенденция аннексия крыма в 2014 году то есть весь этот весь это весь вся эта череда вот этих вещей она многое чего показала много многое сегодня переосмысленно но факт то что маленькая страна одна даже большая страна как украина не может себя сама защитить а украина сама себя защитить не может они очень они эти два года этот конфликт сражается украина за свою независимость но она это не смогла бы сделать сама одна у нее нет таких ресурсов ни человеческих не финансовых не военных естественно и у грузии нет таких ресурсов ни человеческих не военных не стратегических никаких ресурсов нет для того чтобы полномасштабном конфронтации с россией быть одно нет конечно нет конечно если если ты говоришь о том что гипотетически может ли россия допустим без объявлений или с объявлением войны захватить грузию да может может и у нее есть на это ресурсы и как бы мы геройски не сражались вопрос сопоставимости наших ресурсов по многим показателям он не в нашу пользу этому поэтому здесь конечно вопрос в архитектуре я с этого и начал в архитектуре нашей безопасности в том что сегодня безопасность грузии не только грузия безопасность тех стран которые чувствуют на себя время вот этого и вот этого российской агрессии знают это не понаслышке единственное единственное выход из этой ситуации это это альянс это альянс системе государствами которые разделяют твои ценности и так далее то есть вступление грузии в нато это не прихоть какого-то правительства это не прихоть какого-то политического класса это необходимость это реальная необходимость государства для того чтобы она сама себя смогут защитить и защитить не только себя а должно быть способность защитить ценности той организации того альянса который выступает вопрос очень на самом деле простой вопрос был поставлен прямо и я прямо на него отвечаю что какое бы оружие мы не получили по совпоставленности всех тех ресурсов которые есть мы не можем сопротивляться одни и не только мы не можем или многие страны не могут это показала сегодняшняя эта война в она много чего показала и важность как 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 ты думаешь намного намного ну я не знаю в сотни раз экономически сильнее нас военно-промышленный комплекс фантастический у швеции людские ресурсы но два раза больше населения и так далее почему эти страны решили вступить в альянс многие годы я работал со странами скандинавскими странами том числе со швеции и финляндии и говоря с их политиками говорят с их дипломатами говорят с их политическими лидерами и так далее то там и не пахло о том что общество общество не хотела вступать в военные альянсы там общество было не готово но общество поняла после агрессии россии с украиной что все те механизмы безопасности вся та архитектура безопасности которая существовала после второй мировой войны россия просто поломалась и она и общественное мнение в этих странах радикально изменилось так что сами политики которые были атлантисты которые выступали за вступление этих стран в альянс допустим тот же карл билд да они сами были удивлены насколько быстро поменялось общественное мнение насколько быстро почувствовали люди угрозу прямую и эта угроза обеспечила им вступление в нато они были готовы вступить в нато и десять лет назад но не было для этого создана внутриполитического консенсуса у людей то есть то же самое у нас мы это понимаем что нам это надо для того чтобы обеспечить не только своего государства не только безопасность своей государственности мы также являемся частью то о чем мы начали наш разговор да мы являемся частью большой стратегии об обеспечении энергетической безопасности европы энергетической безопасности той же турции и мы друг друга дополняем опять-таки говоря здесь и это будет звучать немножко странно но мы должны также учитывать конечно же и интересы наших соседних государств в том числе россии россия всегда нам говорила что без учета интересов россии не получится выстраивание безопасности европы мы говорили да мы согласны без учетности из учета ни одной страны тем более россии невозможно строить в россии делала все для того чтобы строить систему безопасности на своих условиях хотя постоянно всем напоминает о том что нельзя строить безопасность международной безопасности за счет безопасности других это как это непонятная формула которую они когда надо присваивают тебе и выставляет как основной аргумент а когда не надо то есть безопасность значит грузии и других стран она не учитывается вот в этом в этом является вся вся сложность выстраивания сегодняшней модели безопасности я не знаю если кто-то сегодня на сегодняшний момент знает какую формулу какую архитектуру мы будем выстраивать с россии мы я ее пока не вижу честно скажу что что вызывает у меня но чувство озабоченности глубокой смотри 2008 год если мы возьмем даже 2008 год когда уже был агрессивный во многом непредсказуемых и так далее путин который просто напал на грузию так или иначе тогда войну удалось остановить благодаря дипломатическому давлению запада сейчас я не представляю на какой формы остановки боевых действий и что с этим делать то есть ты тогда заканчиваешь что с этим делать нужно нужно во первых правильно нужно ну чтобы нужно нужно готовить нужно готовиться к возможной агрессии россии она она очень реально тем более если тем более если у россии пройдет опять это все в украине то нужно готовиться к этому нужно готовиться как внутренние так и нужно звонить во все колокола и ускорять процесс интеграции нашей нато другой формы безопасности для грузии я не вижу другого варианта локальные альянсы вот ты говорили о том что вот да но этот но но альянс допустим грузии азербайджан турция да у нас есть договор у нас есть конкретное соглашение в котором мы обязываемся защищать этот коридор теми ресурсами которые у нас есть в зоне нашей ательсии все понятно он работает работает многие годы без эксцессов и это благодаря вот этому тесному тесному стату сотрудничеству если сейчас мы говорим о том что мы создаем какой-то альтернативный альянс допустим с теми же тремя государства этого недостаточно будет остановить воскресенье недостаточно будет здесь нужно и опять таки привожу пример благополучного очень богатого и очень современного государства к швеции которая поняла что она не сможет случае российской агрессии сама себя защитить не сможет и мы не сможем поэтому здесь нужен комплекс мероприятий нужно готовиться самим и нужно быстрее дипломатически работать нам делать то что необходимо внутри с нашими реформами для того чтобы приблизить момент когда политический консенсус созреет в нато о вступлении он созревает но он еще не готов то есть меня мне задали вопрос вчера или позавчера на конференции что вот что вы думаете по поводу там вашингтонского саммита НАТО и так далее какие у вас ожидания по отношению грузии по отношению расширения я считаю что пока на этом саммите у меня особых ожиданий и их быть не может потому что создание консенсуса по вступлению грузии украины украина в войне сейчас поэтому речь не идет о вступлении в украину но вступление в грузии допустим было бы логичным было бы логичным но к нему пока еще не готовы хотя процесс намного дальше ушел чем он был когда мы занимались когда когда я этим занимался там были были у нас фундаментальные проблемы с пониманием географии с европейцами нашими с значением грузии сейчас уже об этом речь не идет мы да мы очень далеко продвинулись и о консенсус по поводу вступления грузии в альянс он созревает но я боюсь он не созреет до вашингтонского саммита поэтому у меня особых ожиданий нет тогда у меня такой вопрос я понимаю что нато пока не готова принять грузию но готова ли грузия попроситься серьезно попроситься в нато потому что если на то не готова то логика может следующие ребят мы сейчас попросимся как в свое время попросились и это сможет спровоцировать очередное нападение нам просить не надо мы мы наша просьба и заявка там есть нам ни о чем просить не надо то есть заявка есть она рассматривается она на стадии на той стадии на которой она есть единственное чтобы я вы конечно попытался сделать это допустим добиться такой же такой же формулировки на саммите для грузии как было сделано для украины мы свое время говорили в нато о том что нам map не нужен если нам нужен этот membership plan то есть он когда был создан он был создан для тех государств у которых других механизмов не было у нас сейчас есть механизм как-то усиленного стратегического партнерства с нато который фактически является мапом то есть этот map он является какой-то так бюрократической записью папа по членству вот это нам дало бы возможность сказать о том что вот вашингтонский саммит продвинул нас еще каким-то шагом вперед то есть возможность но принять грузию на этом саммите в нато я думаю что пока альянс не готов и это неготовность альянса она конечно создает стратегическую неопределенность и создает конечно дополнительные риски также как и то что в 2008 году на бухаретском саммите вместо того чтобы тот пресловутый map дать тогда грузии украина тогда не рассматривалась еще в этом контексте дать грузии была большой ошибка эту стратегическую ошибку сегодня признаются и те включить включительно индивиды в немецкой политики и французской политики которые тогда были в активной активной политики которые тогда противились но хотя ее дипломатические советники и так далее которые сегодня допустим кристофер хойзгин который является сегодня руководителем мюнской конференции она открыта сказал о том что это было ошибки а это очень важно мы мы очень много работали в том числе с немецким правительством тогда о том что убедить их в том что только это может предотвратить войну и только это может усилить и укрепить безопасность на европейском континенте они так называемое поддакивание и постоянные уступки российским агрессивным шагам то есть вопрос акизмента мы всегда так говорили это не тот механизм который вы можете усластить россию нет нужно по-другому работа практически все наши соседи ну кроме россии сегодня они являются горячими сторонниками нашего вступления в нато но министериал кстати это показал министериал показал потому что отдельно было сказано там о том что поддерживается евро и евро и стремление грузии к евроинтеграции отдельно евроатлантической интеграции а хакан фидан отдельно еще подчеркнул особенно важно для грузии евроатлантический для да да я согласен потому что турция всегда была и остается очень активным сторонником вступления грузии в нато не только сторонником они делают для этого очень много и делали не могу сказать сейчас не знаю деталей грузинско-турецких отношений в деталях с точки зрения военного сотрудничества но то что мы начали делать и я надеюсь что это продолжается это огромная огромный вклад в укрепление обороноспособности грузии это огромный вклад в укрепление наших позиций по поводу вступления в нато абсолютно все соседи кто говорит об этом открыто кто просто закрытых беседах разговаривая с нами заинтересован то чтобы друзья и у каждого есть своя свой плюс ли понимаете и те страны даже которые не хотят туда я понимаю с уважением относился всегда и мы должны относиться с уважением к выборам если у азербайджана нет желания вступать и у него есть своя формула обеспечения государственной безопасности это для нас окей но имея страну нато дружественную на своих границах это укрепляет сами границы сами границы этого этого государства вот вот вся форму я верю эту формулу хотя разговоре с нашими российскими коллегами в свое время мы конечно этого не приемлили мы говорили о том что имея мирное государство член альянса понятно что вы этот альянс не любите и у вас есть разногласия но вы имеете дело тогда с ответственным государством который имеет коллективную ответственность это не только коллективная безопасность с ними с ними говорил на уровне и парламентария у которых глаза дымом не встали когда я об этом говорил я был министром обороны я сам запросился пойти в думу меня отговаривали сами коллеги с министерства обороны россии тогда еще вы не живы жилиновские там другие одиозные фигуры которые сидели в зале и об этом с ними говорил они чуть правда меня не съели но я им говорил что я сюда приехал для того чтобы открыто говорить с вами о том что мы доверяемся сделать почему мы это делаем и почему это не 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 навредит россии ну я пытался донести до них свою правду когда они мне не поверят нет они тебя не могли услышать но это честно скажу я горжусь тобой я не знаю этого я я я напросился туда я был министром обороны после того первый гражданский министр обороны 2000 это было в 2004 год и я поехал с визитом россии как 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 продолжение жеста который сделал президент саакашвили новый выбранный президент саакашвили который потянул руку россии сказал давайте будем дружить давайте будем строить отношения и как продолжение этого первым своим визитом я поехал в москву и был принят там и на уровне министерства обороны я попросил чтобы мне организовали встречи министерство иностранных дел я пошел и встретился тогда с лавров был новый назначенный министр я встретился с секретарем совета безопасности я встретился со всем политическим спектром и мне надо было встретиться с думой хотя меня отговаривали из говорили что там будет агрессивная среда я сказал ну и что я я дипломат я в агрессивной среде должен работать работаю постоянно это было трудно и очень встречи и непонятная с первого начала было очень так сказать все были очень напряжены но я им сказал я хочу донести давай правду вам что-то нравится не правится у вас возникнут вопросы давайте давайте в диалоге быть давайте будем разговаривать давайте будем друг друга слушать потому что в основном мы слушаем вас тут и нравоучение о том что вы являетесь там проамериканскими там вы являетесь там чуть ли не членами какой-то секты лидирует а сон и патисон которые да ну в общем вот такие мифы у вас есть слушай турция в нато с россией все понятно остается от две страны еще азербайджан и армения вот обе стадо я хочу с тобой поговорить вот ты сказал что мы с уважением относится к тому что планы азербайджан не входит членство в нато а тебе не кажется что азербайджан равно также хочет все хочет быть членом нато как и мы но пока это не озвучивает в силу того что это просто опасно это просто опасно имеет такого опасного соседа как россия тем более что у него уже есть союзнические отношения с членом нато турции и у него армия уже по стандартам нато существует ну смотри гел это конечно это такой суверенный вопрос но на мой взгляд первое хочу сказать о том что профессионально как дипломат я не могу не отметить очень высокий уровень дипломатии и азербайджана которые они проявили последние особенно последний год это правда это правда высокий класс в понимании момента понимание хорошем понимании ситуации хорошим и все самое главное совмещение своих действий с правильным моментом и делая это очень профессионально это только комплименты я могу сказать азербайджанскому руководству и азербайджанской дипломатике вот стратегические отношения с турцией понятно они выстраивались многие годы хотя они выстраивались с разным по-разному с разным интенсивности да вот допустим допустим тогда когда мы когда грузия развивала отношения с турцией с точки зрения военно-технического сотрудничества и военного сотрудничества у азербайджана даже части так вот от того не было как у нас даже части когда у нас уже работали турецкие инструкторы и мы строили военную академию по типу военной академии сухопутных войск турции и мы приняли это решение азербайджан даже не думал об этом мне говорили нам это не надо но потом они быстро поняли что это ну ты понимаешь они говорят на одном языке мы с переводчиками здесь говорили а там это можно было делать все очень быстро но кое-кто у нас на турецком говорит мы его знаем этого человека но в последний но в последние годы да последние годы конечно опять говорю про дипломатику стратегическое отношение с турцией одно азербайджанское руководство сумело и напомню ты знаешь этот договор о который был заключен между азербайджаном и россии а азербайджан союзническая взаимодействие 20 февраля 2022 до 2 дня до войны 22 до это для меня был показатель очень высокого уровня ответственности и высокой проницательности азербайджанского руководства в тот момент они поняли что что им надо делать что-то для того чтобы сбалансировать свою безопасность да очень все хорошо и насколько это долгосрочно и насколько россия способна выполнять свои обязательства это вопрос остается открытым я не верю в то что они подписывают я не верю в то что они говорят я не только не я очень многие в мире сегодня не верят хотя когда мы об этом говорили 15 лет назад нас обвиняли в том что мы чуть ли не параноично параноики и относимся с параноик российской угрозе мы говорили что мы не параноик и мы пытаемся выставить свои отношения с этой страной но у нас не получается потому что они нас равных не признают они то есть они говорят с вами а мы где-то там в прикупе и у нас не получается разговора мастер с клиентом разговаривать не может там разговор не получается там односторонние вот 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 такой подход в общем что касается азербайджана и удалось на этом это дело из россии выстроить и с турцией стратегические отношения это хорошо балансируется конечно сегодня мирный договор с арменией это будет еще одно еще один комплимент еще один шаг вперед со стороны азербайджанской дипломатии это нужно делать для того чтобы в регионе мы имели возможность открывали площадку для более крепких связей между тремя и 3 тогда уже будут более солидно выглядеть для всех чем по отдельности а что касается интереса вступить конечно если грузия вступит когда не если когда грузия вступит в нато это будет конкретный пример того что это возможно это будет конкретный пример того что это можно пощупать и это здесь точно так как сегодня происходит вопрос с европейской интеграции допустим из желания европейской интеграции которая появилась в армии и которые я которые они никогда на политическом уровне не заявляли а сегодня у них есть эта смелость и у них есть пример конкретно о том что кандидат из член грузии член грузии в европейском союзе это не мид это не теория а это реальность которая следующую декаду 6-7 лет по моему по моему мы можем это сделать если когда начнем переговоры это уже возникает что что получилось армянское общество поверила что это можно сделать и начали об этом открыто говорить точно то же самое настанет время когда наши соседи поймут что членство на то это реальность и скорее всего у них может появится такое желание даже если она не появится это не изменит наших отношений вот смотри вот ты сейчас не случайно вспомнил армению и это очень интересно пока в армении нет разговоров про нато но ну понятно почему нет армения хотя и заморозила свойственном дкб они члены дкб продолжают быть у армении целая масса договоров и что самое главное на земле там присутствует россии но так или иначе я думаю что вот то что я спросил про азербайджан хочет ли азербайджан в нато я думаю что я мы можем дать положительный ответ на вопрос хочет ли армения нато хочет но пока не может всего конкретных причин не может даже об этом удивить но ведь это это ведь это скажу так учитывая возможности давай прямо скажу возможности армян а их побольше чем у нас тоже европе и сша может ли ускориться этот процесс получит членство нато армении вот я имею ввиду лобби диаспора кокус и так далее ну здесь немножко переоценена по моему роль диаспоры с точки зрения того что они могут двигать вот такие вопросы вне зависимости от того что происходит в армении это важный фактор конечно диаспора но я думаю что пока рано об этом говорить потому что армении надо очень многое сделать я хочу напомнить о том что грузия вопросом вопросом вступления в нато занимается уже 20 лет 20 лет прошло дело я помню я работал еще девяносто девятом году девяносто девятом году мы начали я помню когда я еще тогда в виде работал даже не министерство обороны когда мы провели первую конференцию по безопасности в грузии президент шевернадо тогда первый раз сказал о том что грузия грузия заинтересована в членстве в нато это было сказано 99 99 и потом уже в двухтысячном году приезжал к нам генеральный секретарь нато робинсон если вы помните и тогда тогда первый раз было официально официальных переговоров был поставлен то есть мы подходили к этому вопросу тоже мягко да тогда но 20 лет грузия занимается ни одна диаспора ни одно ни одно лобби не сможет сделать того они могут помочь но все-таки армении придется пройти путь глубоких реформ то что чего они пока не делали ты сказал внешние факторы однозначно конечно им надо избавляться от российских пограничников на границе я считаю что им надо это делать в они там не нужны им надо ставить вопрос о присутствии военной базы на их территории после мирного договора с азербайджаном и соответственно я уверен том что налаживание добросовестных отношений с турцией я думаю что все эти страшилки о том что сегодня армению хотят захватить я думаю что они потеряют всякий смысл поэтому вот это надо сначала делать и заниматься реформами своей политической системы реформами своего военного руководства все-таки в армении сегодня порой вооруженные силы выстроены и построены по типу по типу советского советского советской военной системы да и да ну советской и российской да поэтому им надо очень много сделать не только от желаний зависит конечно и от мощи их лоббистов лоббистских групп они сильные они могут что-то сделать но основная масса работы должна быть сделана внутри армии поэтому я бы сейчас я бы сейчас если был там и советовал что-то я бы считал сейчас конечно этот вопрос не педалировал я бы просто смотрел консультировался с тем допустим с нами же с теми же в той же грузии о том что надо делать на первый шагах для того чтобы показать делом они словом опять таки делом они словом что мы на каком-то этапе сделаем такой политической политический шаг эта работа будет сложная этой работой будет всячески мешать россия у которой есть свои рычаги влияние конечно в армении довольно серьезные я думаю что она пока еще и не их не применяла так серьезно поэтому нужно нужно принимать это такое решение и к нему готовиться и а то что нам нужно сейчас делать это конечно же нужно очень активно работать по по популяризации в темы вступления в европейский союз среди армянского общества это вопрос реальные и нужно заниматься сейчас в европейской то есть вопросом европейской интеграции больше чем на то потому что эти процессы тела они параллельны то есть все те реформы которые ты будешь делать и те шаги которые ты будешь делать по вопросу европейской интеграции они тебя будут они тебя будут приближать к на то натурально то есть естественно будут приближать то же самые процессы ты должен проходить политической системе системе исключая военный компонент конечно там уже другие стандарты и там нужно будет делать это все по по тем стандартам потру есть на вопрос европейской интеграции для армении открытые это это возможность у них сейчас есть это форточка открыто как говорится я думаю что это самый момент когда они должны принять это важное историческое решение для себя ты знаешь меня вдохновила и даже придала определенный оптимизм насколько ты легко и свободно сказал о том что вот заключат мир с азербайджаном это значительно с турцией с турцией будет все хорошо и так далее к сожалению но пока мирный процесс на мой взгляд застопорился и застопорился достаточно серьезно и я вот меня резонула знаешь что я резонула что двухсторонних альянса двусторонних и трёхсторонних договоров недостаточно для обеспечения безопасности а и армения и азербайджан не выстраивать свои вынуждены выстраивать свои архитектуры безопасности у азербайджана она уже выстроена это турция прежде всего это пакистан это израиль это страны центральной азии у армении она сейчас буквально вот на ходу на ходу можно себе идущий поезд и вот на ходу она запрыгивает и выстраивает эту систему это значит франция это индия это иран это греция и кипр заметим греция турция и там и там присутствуют элементы россии и вот понимаешь в чем дело мы получаем не систему безопасности региона мы получаем линию конфронтации в регионе да да это так видно здесь много неопределенности я согласен неопределенности очень много говорить что-то с долей какой-то уверенности здесь нет у меня у меня есть то есть может быть я так кажется что я так говорю долей оптимизма я просто говорю в то что я верю то что нужно сделать я знаю что очень сложный процесс идет я знаю что много трудностей я знаю что обвестие и искусственные трудности которые которые россия будет делать все до того чтобы этого безоговора и мам им он не устраивает их он не устраивает но здесь нужно проявлять политическую политическую мудрость и руководство армении и руководство азербайджана для того чтобы достигнуть компромисса и этот договор заключить как его обеспечивать это будет еще второй второй этап каким образом обеспечивать этот мир каким образом устраивать меры доверия хотя за последние два года я думаю что такой такой скачок был сделан с точки зрения что вот этот круг который не заканчивался никогда как будто он был он был прорван и его нет и сегодня и сегодня я надеюсь что политическая мудрость все-таки превысит какие-то амбиции и этот договор будет заключен жизненно важно это для грузии для того чтобы мы расширили площадку площадку южного кавказа помнишь в одном из разговоре мы говорили я тоже тогда ты мне сказал что как ты оптимистично говоришь об этом я просто в это верю я в это верил 10 лет 20 лет назад я верю это сейчас что мы можем при наличии определенных условий доверия сделать тип по типу мини-бенилюкса сделать южный кавказ регионом регионом очень интересны и с точки зрения экономических интересов и с точки зрения привлечения инвестиций с точки зрения усиления этого коридора то есть включение армении в это эти процессы в процессе процессы как профессор чичалашвили говорит центрального коридора я думаю что включение армении только усилить и его расширить его возможность поэтому я думаю что от этого договора и от того как насколько быстро это все будет сделано зависит очень многое и я просто желаю что это было бы как можно быстрее но это пожелание будет будет сложно было бы хорошо вообще в перспективе ну я не знаю через сколько лет через как можно раньше перспективы конечно идеальный вариант это то что все три страны и южного кавказа это члены нато приведу один пример простой пример уж насколько сильны были противоречия между грецией и турции но члены нато с друг другом не воюют шанса нет это формула конечно мы немножко далеко далеко зашли первое что нужно сделать и это реально это грузия это грузия должна обеспечить себе так сказать дорожную карту вступления в европейский союз что очень близко то есть начало переговоров и выстраивание так сказать модели этих переговоров на следующие 5-6 лет дает возможность нам сказать что этот вопрос необратим и а скорейшее вступление принятие то есть создание консенсуса в нато о принятии грузии и скорейшее вступление грузии в альянс оно конечно откроет другие перспективы и поверили и я в свое время тогда еще говорил они конечно очень удивлялись что это говорю я им я русским говорил что россиянам я говорил что вы знаете что тогда когда грузия вступит в альянс вот вы не представляете насколько стабильными и насколько ровными будут отношения между грузии и россии это правда это это че они на меня смотрели такими глазами думали что пропагандист приехал я сказал что вот ровнее и лучше отношений в нашей истории не будет и так оно и будет когда мы там будем обязательно огромное тебе спасибо огромное спасибо за очень очень интересную глубокую беседу я думаю что нашим зрителям было очень полезно узнать некоторые детали ну а я получил чисто честно говоря эстетическое удовольствие от твоего рассказа про госдумы про то что я просто себе это представил у меня даже такой подарочке есть государство дома до сих пор храню был такой депутат бывший генерал генерал заварзин ты помнишь тот генерал который возглавлял возглавлял бригаду которая помнишь в югославии вошла туда они обеспечивали аэропорт там уже генерал заварзин уже в отставке был членом году был призем комитета по безопасности которым я выступал и вот там конечно было сложно разговаривать но в конце нашей беседы я думаю что нам удалось мне удалось им показать что я был честен с ним и я думаю что это очень важно вообще и в международных отношениях между на политике особенно дипломат в общем заканчиваем а то мы будем продолжать еще долго большое спасибо верим за все и слава украине первым слава до свидания